Итак, всем привет! Сегодня хотелось бы показать вам обновленный графический редактор для нашей операционной системы в Майнкрафте. Но для начала я покажу, как с ним работать, а потом уже покажу, собственно, как загружать его, ну и так далее. Нажимаем на коночку фотошопа, и нам тут же предложат создать новый документ с указанной шириной и высотой. Ну, допустим, ширина у нас будет 51, а высота 19 пикселей. Нажимаем ОК. У нас создается вот такой прозрачный документ. Ну что у нас, в принципе, здесь есть фотошоп. Есть панель инструментов слева, то есть здесь мы можем выбирать различные инструменты. Есть небольшая менюшечка наверху, то есть с помощью нее мы можем осуществлять различные операции на изображение. И также есть верхний тулбар, где можно указывать размер кисти и ее прозрачность. Ну а слева внизу, собственно, мы можем выбирать различные цвета и, собственно, работать инструментами с этими цветами. Вот так вот. Ну для начала давайте выберем какой-нибудь темно-синий цвет, вот такой вот. И нарисуем с помощью кисти на экране какую-нибудь такую вот рожицу. Так. Так. Рисуем небольшие глазки и вот такой вот ротик. Ну, собственно, чтобы у рожицы был некий цвет кожи, давайте выберем какой-нибудь желтый цветик. Вот такой, скажем. Выберем инструмент заливка, кликнем вот сюда, и наша рожица зальется вот таким вот оттенком. Интересно. Давайте также сделаем так, чтобы наша рожица находилась где-нибудь, скажем, на траве на какой-нибудь. Выбираем вот такой, с этим такой цвет для травы. Сойдет. Так. Выбираем инструмент кисть. Ну и рисуем, собственно, основу для нашей травы. Так. 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 Рисуем некие границы ей. Чтобы самому понимать. Так. Так. Ну и выбираем инструмент заливка и заливаем нашу траву. Теперь выберем какой-нибудь голубой цвет, ярко-голубой вот такой вот, и заливаем небо. Вот наша рожица, наш смайлик находится где-то вот, не знаю, на каком-то поле. Ну, собственно, что? Какие здесь вообще, в принципе, есть еще возможности? Есть также инструмент ластик. С его помощью мы можем стирать различные области на изображении и делать такие вот некие подобия облачков прозрачных. Так. Есть инструмент текст. Если мы выберем белый цвет, то мы можем рисовать прямо, скажем, на нашей травке какие-нибудь надписи. Так. Привет, пидор. Вот так вот. И надпись сохраняется на нашем изображении. Таким вот образом. Ну, разумеется, цвет текста можно писать на любым. Скажем, допустим, розовым. Так. Ха-ха. Вот так вот. И он сохраняется на изображении. Значит, допустим, если вам понравилась эта картинка, если вы хотите куда-то сохранить ее, нажимаем файл, сохранить как. И можете указать путь к вашему изображению. Допустим, тест так. Тест. И точка пик. Значит, что такое точка пик? Это формат изображения. Здесь есть у нас два формата для доступа. Пик и равпик. Ну, пик это самый оптимизированный, самый нормальный формат. Он сжатый. То есть, он занимает меньше все место на диске. Однако равпик, он пригоден для ручного чтения данных. Ну, короче говоря, используется в основном пик. Нажимаем окей. Наш файл сохраняется. И, собственно, мы можем выйти из фотошопа. Так. Мы можем открыть наш проводник. Так, где он тут находится у нас? По-моему, в корневой директории. Вот он, собственно, наш тест ПНГ. Вернее, точка пик. Пока еще иконочки не проапградил я. Кликаем на нее два раза. И наше изображение открывается в новом фотошопе. Теперь мы можем его дополнить. Допустим, нарисовать каким-нибудь желтым цветом какое-нибудь там солнышко. Вот такое вот. Тык, нарисуем лучики от солнышка. Так, так. Белым цветом закрасим наше облачко. Вот. Так, 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 так. Ну, давайте нарисуем сигаретку изо рта нашего смайлика. Вот такую своеобразную. Так, берем оранжевый цвет. Рисуем фильтр. Берем темно-красный цвет. Такое вот хочу. И рисуем горящий кончик. Теперь самое интересное. Давайте попробуем изменить прозрачность кисти. Рисовать некий такой прозрачный дымок. Значит, кликаем, правым кликом по зоне рисования. Выбираем размер 1. И прозрачность, ну, где-то, я думаю, вот такая будет нормально. Прозрачность изменяется от 0 до 255. Пока что вот так вот. Потом еще можно исправить это дело. Ну, и, собственно, видите, мы можем рисовать вот такой прозрачный дымок. Здесь можно сделать его поинтенсивнее как-нибудь. Вот. Вот такой вот довольный смайлик. Ну, собственно, можно сделать некий объем нашему солнышку. Убираем оранжевый цвет. И прозрачной кистью прорисовать ему вот такую, как бы, вот так вот. Такой типа яркость этих лучей. Так вот. Довольно занятно. Ну, короче, вот такой вот, собственно, фотошоп. Значит, нажимаем файл. Сохранить. И он сохраняется поверх того, что у нас имелось. Значит, какие здесь есть различные фильтры? Давайте посмотрим. Значит, изображение отразить по горизонтали. Наши изображения, собственно, поворачиваются по горизонтали. И наша надпись становится как бы реверсивной. То есть, наоборот, она написана. Ну, и, соответственно, ложка теперь здесь, а облачка теперь здесь. Значит, можно сделать это еще раз, свернуть все в прежнее состояние. Есть также фильтр инверсии цвета. Теперь наши цвета будут как бы в негативе. Вот. Ну, как бы инвертированы. Не знаю, что это сделано, но просто по приколу. Инвертируем обратно. И также здесь есть черно-белый фильтр, который вам позволяет превратить вашу картинку в некий черно-белый ретро-вариант. Вот такой вот. Собственно, выйдем из изображения, будем сохранять его. Давайте его снова откроем. Вот. И, собственно, что? Давайте я вам покажу еще, как можно работать с различными размерами кистей. Так, создадим новый документ. Нажмем ОК. Даже не будем вводить ничего. Он сразу создает размер 51 на 19 пикселей по умолчанию. Выберем какую-нибудь кисть. Ну, с такой вот непрозрачностью. И выберем размер кисти, допустим, 4. Кликаем. И у нас, видите, такими блоками уже будет как бы рисовать. Так, извиняюсь, немножко приболел. Значит, в чем заключается размер кисти? Поскольку у нас пиксели здесь имеют как бы, ну, ширину меньшую, чем по высоту, поэтому как бы вот такие у нас будут они как бы прямоугольные. Ну, на самом деле они квадратные. Вот. То есть, с помощью прозрачности мы можем многократно рисовать кисти одной кисти друг на друге и делать все более и более непрозрачный вот такой вот рисуночек. Так, то есть, можно даже вот так вот рисовать. Ну, все это, скорость отрисовки зависит от пинга вашего сервера. То есть, если все с ним нормально, то рисоваться будет быстро. Вот. Значит, создадим файл новый снова. Ну, разумеется, кстати, вот этот вот размер кисти действует также и на ластик. То есть, можно стирать даже ластика таким вот образом. Ну, и, собственно, сохранить изображение. Значит, что можно сделать с готовой картинкой? Давайте я вам покажу. Так, выйдем вообще в консоль. Так, ля-ля-та-паля. Давай, выходим, выходим, выходим. Создаем новый документ Draft. И, собственно, покажу вам, как можно работать, собственно, с картинками созданными. Как можно рисовать их из любой другой программы. Значит, local пишем image равно require image. Это встроенная библиотека, она идет вместе с фотошопом под названием image. То есть, мы подгружаем эту библиотеку здесь. Так, смотрим, как называется наша фотография. Test.pic. Пишем дальше команду local my картинка. Абсолютно любое название равно image.lot. И указываем название test.pic. То есть, указываем путь к нашей картинке. И, собственно, дальше пишем команду image draw. Координата по x, допустим, 2. Координата по y пусть будет тоже 2. И указываем my картинка. Сохраняем, выходим. Нажимаем кнопку draw. И наша картиночка нарисуется абсолютно из любого скрипта на экране. То есть, таким образом, вы можете создавать довольно-таки крутые вещи. Кстати, здесь я заметил, что у нас здесь небольшая непрозрачность была. Так что, ну, короче говоря, мы здесь не закрасили кисточкой. Ну, ладно. Вот таким вот образом вы можете писать абсолютно любые программки. И создавать полноценные графические интерфейсы, собственно, в ваших скриптах. Прямо в Minecraft. Например, где используются эти изображения? Вот, например, здесь. То есть, у нас есть программа control, которая позволяет смотреть данные о операционной системе. Вот наш вот квадратик. Это то же самое изображение формата пик. Допустите, вот эти вот иконочки дисков. Это тоже изображение формата пик. Кстати, здесь очень крутая прошка. Можно форматировать диски, изменять там их и так далее. Значит, здесь что у нас такое? Это обновление ПО. Тоже вот это изображение формата пик. Ну и так далее. Значит, покажу. Давайте, в чем отличается пик от RAL пика. Раз уж что-то пошло. Так, открою тест нашу точка пик. Сохранить как? Тест, но уже точка RAVPIC. Окей. Выход. Так, закрыть. Минус вернуться в shell. Так, ls. Вот они, наш такт тест точка пик и тест точка RAVPIC. Edit. Test. Пик. Если мы открываем наш сжатый формат, то, разумеется, у нас на экране отобразится какая-то билиберда. На то он, собственно, и сжатый. То есть здесь идет некая, ну, короче, довольно потный алгоритм по записи файлов специальных сжатых, как сказать, не знаю, сжатых цветов, короче говоря. Ну и так далее. Значит, если мы откроем формат test.RAVPIC, то у нас отобразится изображение вот таким вот образом. То есть мы его вполне можем читать. Значит, первые циферки это цвет фона, дальше идет цвет текста, дальше идет непрозрачность этого символа, и дальше идет вот здесь вот сам символ. Видите, здесь, допустим, х, х, что это такое? Ха-ха, ха-ха наша надпись тоже самая. То есть, видите, она очень широкая, то есть она очень далеко растянута. И вот таким вот образом хранятся наши пиксели. Вот, собственно, можно посмотреть, что у нас здесь 968 аж символов по длине. Если посмотреть на размер файлов, давайте посмотрим в килобайтах. Или просто в байтах. В вайтах, наверное. Значит, то test.RAVPIC занимает 7000 байт, а test.RAVPIC 18000 байт. То есть практически, ну не в три раза, конечно, ну примерно в 2,5 раза больше. То есть, видите, очень существенная разница. Вот. Ну и, собственно, все. Надеюсь, вам это пригодится в ваших, скажем так, программах. То есть вы можете нарисовать какую-нибудь красивую картиночку, потом ее встроить в какую-нибудь абсолютно некрасивую программу, и ваша программа станет красивой сразу же. Вот так. То есть можете рисовать где угодно такие вот картиночки. Значит, теперь о том, как загружать все эти, собственно, вещи. Давайте я вам покажу. Сейчас только выйдем из полноэкранного режима. Так. Так. Зайдем на наш постебин. Я вам покажу, как запускать эти прошки. С нуля. Значит, чтобы скачать сам Photoshop. Значит, есть постебин-донлоудер наш. Копируем эту ссылочку. Вот так вот. И, собственно, на абсолютно чистом компе. Так. Очистим, давайте, экран наш. Выводите команду постебин. Run. Вот эту фигню. И у вас автоматически пойдут качаться необходимые библиотеки для Photoshop. То есть наша главная API, контекстная библиотека, библиотека-палитры, библиотека-то самое Image и сам Photoshop. Собственно, все скачалось. И у вас теперь на рабочем столе появится программка где-то. Вот Photoshop.lo. Вот она. То есть вы можете ее запустить. Так. Так. Photoshop. Нажимаем. И, собственно, у вас Photoshop открывается. Значит, если вы хотите сразу поставить операционную систему. То есть, если вам не нужен только лишь один Photoshop, давайте куда-нибудь в левое место пойдем. Так. Ну, допустим, вот сюда поставим новый... Господи. Грюбный полный экранный режим. Так. Поставим новый компьютер. Такой у нас текстурпак есть. Так. Где у нас тут конвертер энергии-то? Охрен его найдешь. Вот конвертер энергии. Так. Квантовый генератор для компьютера. Так. Теперь что? Где он тут у нас? Берем монитор. Третьего уровня. Тык-тык-тык. Тык-тык-тык. Берем клавиатуру сзади. Так. Ну и сюда, собственно, нужно пихать различных дополнительных вещей. Так. Нажимаем F11. Чтобы полный экран был. Так. Убираем дискет. Убираем процессор. Выбираем E-Promo, Lua, BIOS. Дискет от SopinOS. Так. Берем вот эту фигню на всякий случай. Пусть тоже будет. Выбираем две планки оперативной памяти. Эту фигню. Какой-нибудь жесткий диск. Абсолютно любой. Ну и, собственно, все вроде бы. Так. Пихаем, пихаем, пихаем. Сюда, сюда, сюда. А, ну еще нужна видеокарта, естественно. Чтобы отображать на мониторе нашу информацию. Так. Так. Нажимаем включить. И у нас система пошла грузиться с дискета. Со стандартной. То есть можно даже по звуку судить. Надеюсь, вам это слышно. Так. Нажимаем кнопку Install. Команду вводим. И с помощью нее мы копируем всю операционную систему. Ну, обычную стандартную OpenOS дискеты на жесткий диск. Это обязательно вещь. То есть вся информация должна храниться у вас на жестком диске. Ну, в принципе, для знающих людей, я думаю, это объяснять не имеет смысла. Ну, для тех, кто, собственно, новичок. Так что, возможно, это будет полезно. Так. Нажимаем кнопку Y. То есть мы согласны с перезагрузкой. Окей. И у нас поставилась самая стандартная операционная система. Дальше. Если вы хотите поставить мою OS. Вводите команду по стабильный ран 0-5-B1-JU. Собственно, ссылки все будут в описании видео. Нажимаем Enter. И у нас ставится поверх операционная система моя. Ну, сейчас он тут загрузит данные для инсталлятора. Всякие файлики нужные. Быстрее. Так, выбираем язык. Тут есть поддержка мультиязыков. То есть русский и английский для начала. Так, здесь можно согласиться, как обычно, со всем говном. Ну, собственно, все. Так, пусть он пока качается. Даже не знаю, что вам сейчас показать. Давайте я вам покажу по какой-нибудь программке, которые у нас здесь имеются, пока система ставится. Что у нас здесь еще появилось нового? Появилась в операционной системе программа... Так, OS запускаем. Программа календарь. Ну, помимо тех контрольных жестких дисков. Она позволяет отображать календарь на текущий год. Я помню, у нас раньше в школе, короче говоря, на олимпиадах, обрядная задача олимпиадная была записать программу календарь простенькую. Для любого года рассчитывающую. То есть там нам давали, по-моему, 4 или 5 часов. И вот люди сидели, писали. Причем самое смешное, что писали эту программу, по сути, единицы. Ну, то есть нормальную программу, которая с графикой там отображала все. Хотя, по сути, ничего сложного здесь нет. То есть нужно просто сидеть и понимать все эти алгоритмы. Ну, допустим, 2015 год, где у нас тут сентябрь 2018, у меня день рождения был в пятницу. Вот оно, понятно. Так, еще, по идее, эта программка способна определять текущую дату. Но поскольку там в операционной системе вот этой стандартной, в OpenOS, есть небольшой баг, то он определяет ее неправильно. Но в любом случае, даже если она определяет неправильно, то она ее подсвечивает. Вот так пишет, что сейчас ноябрь 15-й. Ну, сейчас, конечно, не ноябрь, а 15-й. Ну, ладно. Вот. Значит, что здесь еще имеется? Ну, появилась программа-проводник, которая работает вместо стандартного того рабочего стола. То есть она более удобная. Здесь есть удобная навигация. Вы можете добавлять, собственно, различные папки в избранное. Так, перейдем в папку System. Допустим. Так, вот добавим ее сюда в избранное. Она здесь появится. Мы можем здесь удалить из избранного. Вот. Можем смотреть различные фиговинки. Собственно, а вот это вот, все, что у нас здесь отображается, это не более чем рабочий стол. То есть некий аналог винтовского путя под названием Desktop. Так, что здесь еще имеется? Есть программка Pianino. Что-то она какая-то не очень графонистая. Ну, по крайней мере, она более-менее работает. Так, Ctrl-A, C. Завершаем ее. Так, замечательно. Собственно, что у нас еще? Ну, различные программки беспроводного доступа. Сейчас давайте, кстати, я ее покажу. Хотя нет, довольно сложное понимание. Потом, когда я ее приведу в божеский вид, тогда уже можно будет продемонстрировать. Так. Систему перестанули. Давайте перезагрузимся. Так, замечательно. И у нас нуля поставилась вот сюда, на этот компьютер, наша операционная система. Нам предлагается, собственно, настроить нашу операционку. Давайте без защиты, нафиг надо. Далее, далее. Ну, собственно, та же копия операционки вот только на этом компьютере. Так. Что еще можно показать? А, собственно, появилась программка Golo, по-моему, Golo Edit. Я ее спер у нашего русского товарища, который, собственно, ее написал, с его разрешения. Запускаем программку. И у нас, короче говоря, при подключенном галлопроекторе мы можем рисовать различные вещи на экране. Так. Не знаю, показывал или не показывал, но в любом случае, довольно занятная программка. Нажимаем кнопку на проектор, и у нас на проекторе отображается вот эта надпись прекрасная. Короче, такая вот программка. То есть, есть поддержка слоев, то есть, можно рисовать в полном 3D. Выходим из нее. Так, что у нас здесь еще есть? Программка калькулятора, она не рабочая. Просто рисует вот такой вот калькулятор симпатичный. Хотел еще доконить, но в ближайшее время все. Программка робота, это программка для управления роботом. Это мы задаем различные команды, короче, виртуальному роботу. И она по беспроводной сети их, как бы, посылает. Нажимаем Enter, и робот идет, как бы, по этим точкам. Вот так, вот смотрите. Тык. И как бы их, как бы, схавывает их. И, короче говоря, копает нашу землю. Ну, поскольку у нас здесь нет ни робота, ни программы, собственно, для самого робота, поэтому это все происходит в виртуальном пока режиме. То есть, я делал саму программку для управления роботом. Дистанционная. Какой-то вообще хотел плотную вещь накопить, но да ладно. То есть, вы просто указываете точку, куда нужно прийти. И, хэ, это точка хом, то есть, где изначально робот находился при запуске программы. Так, нажимаем Enter, и он, как бы, идет. Типа, идет. Сейчас он дойдет до конца. По идее, с помощью стрелочек можно вот так вот перемещаться. То есть, это, да, это бесконечная карта. То есть, вот так вот. Как бы. И робот может качать, копать бесконечно длинные тоннели. Ну, в теории, конечно же. Нажимаем Ctrl, и закрываем нашу программку. Так, что у нас здесь еще есть? Finder, Crossword. Ну, не знаю, Crossword я, по-моему, показывал, не показывал. Возможно, показывал. И что такое Crossword? Ну, знаете, может, в газетах разные бабушки ваши, возможно, любят разгадывать такие Crossword, где вам дается перечень таких вот рандомных букв, написанных где-то, ну, в таком вот квадратике. И также даны слова. И вы эти слова должны как бы найти. Вот эта программка, я летом делать было нечего. Я решил бабушке написать программу, чтобы она не парилась, короче говоря. Подожать ее Enter нажимаем, и она находит все эти слова. Видите, она как бы цветом их подсвечивает, и, собственно, здесь их находят. Допустим, вот, осветитель. Вот он. Осветитель. Вот так вот. Короче говоря, она их находит. Значит, где находится файл самого Crossword? Ой, так, 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 нет, не то, не то, не то. Открываем мои файлы. Так, корневая директория. Так, Crossword, показать содержимое. Ресурсы, Crossword файл. Вот он. Вот, собственно, изначально Crossword-овский файл. То есть здесь у нас есть различные буковки в ряд написанных, и ключевые слова. То есть если мы напишем здесь какую-то еще фигню, она его также будет от этого слова искать. Вот таким вот образом. Так. Ну, в принципе, все. Вообще, изначально видео, по идее, было по фотошопу, но, похоже, что-то мы это самое отвлеклись немножко от темы. А, и еще хотел показать. В данный момент я сейчас немножечко занимаюсь разработкой программы под званием Shop. По-моему, она работает пока что только на этом компьютере. Давайте ее запустим. А, ну да. Собственно, как она работает? То есть представьте, что вот вы администратор сервера, и у вас где-то на спавне стоит компьютер, на котором хранятся все данные об игроках. Значит, что представляют из себя данные? То есть, ну, имя пользователя, то есть инвентарь пользователя, виртуальный инвентарь, и некие деньги, которые находятся на счету пользователя. Ну, вот по умолчанию у нас в инвентаре находится вот такая вот фигня. Вот. Здесь у нас есть сундук. В нем лежат какие-то предметы. Давайте сюда положим какую-нибудь всякую парашу. Вот так вот. Нажмем кнопку «Пополнить инвентарь». Сейчас у нас сканирует сундук. Некоторое время. Добавлено 323 предметов. И у нас, короче говоря, в инвентарь добавились предметы, которые находились в сундуке. Значит, с помощью так называемой дебаг-карты этот сундук потом будет уничтожаться, все предметы у него будут забираться, но предметы будут храниться виртуально, скажем так, на главном компьютере сервера. И я хотел сделать некую торговую площадку Steam'а, ну, по аналогии с некоторой торговой площадкой, где игроки могут торговать предметами, то есть могут выставлять предмет торговую площадку, ну, допустим, продать игрокам. Алмазик. Странно. Цена за штуку. Ну, допустим. 300 голды. 300 золота. Сколько мы хотим продать? Ну, допустим, 59 штук. Нажимаем «Продать». Прямо поставили на продажу. И нам уже написалось, что цена на торговой площадке продается 52 штуки, и цена стартует от 300. То есть она ищет наиболее выгодную цену. Ну, короче говоря, вы сможете покупать различные предметы. Пока что я сделал только кнопочку «Продать», и она работает только вот с такой хитрой системой. То есть у нас к компьютеру напрямую должен быть подключен так называемый адаптер. Вот он, собственно, адаптер. В адаптере должен находиться предмет улучшения контроля инвитаря. Наверху адаптера должен стоять сундук. Ну, собственно, в сундук уже может пихать все что угодно. Допустим, если мы отрубаем эту фигню, так, выходим из программки, снова ее запускаем, она скажет нам ошибку, что, короче говоря, программка так не запустится. Нужно все сделать правильно. Вот, короче, такие вот планы насчет, собственно, программирования. Так, нажимаем так, закрыть, закрыть, закрыть. Сейчас вырекодируем. Ну и, собственно, все. Ну, также есть клиент для работы с постамином. По-моему, я уже показывал его. Ну и, собственно, цель видео изначально был наш Photoshop. То есть я продемонстрировал вам некие возможности графического редактора. То есть, по сути, теперь в OpenCompact можно делать очень красивые графонистые приложения. Ну и, надеюсь, вы преуспеете в это. Так что всем спасибо за внимание, кто смотрел это видео. До новых видео. До новых встреч. До новых встреч.